Алло, здравствуйте! Могу ли я поговорить с Богом? Здравствуйте, соединяю! Здравствуй, душа моя! Я внимательно слушаю тебя. Господи, впереди Новый год! Прошу тебя, исполни мои желания. Конечно, дорогая, все что угодно. Но сначала я тебя соединю с отделом исполненных желаний. Постарайся понять, какие ты допускала ошибки в прошлом. Металлический голос трубки. Подождите, пожалуйста, сейчас соединим с оператором отдела желаний. Приветствую вас. Что бы вы хотели узнать? Здравствуйте, меня к вам перенаправил Господь. Он сказал, что прежде чем загадывать новые желания, хорошо бы прослушать прежние. Понятно, минуточку. А, вот, желание души. Увесистый фолиант. Вы слушаете? Да-да, внимательно. Начинаем с последнего года. Надоела эта работа. Исполнена. Работа надоела. Муж не обращает внимания. Исполнена не обращает. Ой, мне бы немного денег. Исполнена. На хлеб хватило. На сапоги не потянешь. Подруги дурочки. Исполнена. Мне бы хоть какую-нибудь квартирку. Исполнена. На десятом этаже под самой крышей. Крыша течет. Просила ведь какую-нибудь. Мне бы хоть какую-нибудь маленькую машинку. Получи запорожец лохматого года. Ой, ну хоть бы когда в отпуск. Хоть куда-нибудь. Исполнена к свекрови на дачу. Ей как раз рабочая сила нужна. Ну что такое? Никто цветов не подарит. Исполнена не подарит. Продолжать? Здесь примерно на год чтения. Нет-нет, все поняла. Перенесите мой звонок на Творца. Господи, я все поняла. Я буду отслеживать каждую мысль. Даже самую маленькую. Я прошу тебя всегда посылать мне только позитивные мысли и цели. Здравствуйте, в эфире Слог ТВ. В студии Людмила Суверток. И впереди Новый год. Идет последняя неделя декабря. Погода просит снежка. Высокое давление, похоже, покидает Урал. И есть надежда, что Небесная канцелярия правильно расставит приоритеты. На полях разыграется поземка, а дороги будут переметать глухие декабрьские метели. Неделя прошла под знаком завершающих мероприятий. Банки закрывают год, предприятия и организации готовят последние материалы для годовых отчетов. Прошло последнее совещание при главе, где обсуждался вопрос по функционированию на территории системы гражданской обороны и подготовке к столетию профсоюзной организации. Последнее в году заседание городской думы состоялось на прошлой неделе в четверг. Новый состав заметно отличается от прежнего в сторону активности. Нет как прежде единство, когда решения принимаются единогласно, при одном голосе против. Главный вопрос, который был обозначен в повестке – принятие бюджета на следующий календарный год. Бюджет был принят почти единогласно, за исключением одного голоса. Депутат Владимир Коптяев отметил, что город нуждается в переходе от бюджета поддержания жизнедеятельности к бюджету развития. Для этого необходимо, прежде всего, по мнению депутата, эффективно использовать средства. Но что для этого следует сделать и что поменять в планировании бюджета, сказано не было. Второй момент, который отметил депутат, это решить вопрос качества выполняемых услуг по ремонту и строительству домов, дорог и тротуаров. Следует сказать и о том, что бюджет был обсужден 20 декабря публично. Он подвергся детальному анализу и получил, кстати сказать, независимую положительную оценку счетной палаты. Кто знал и захотел принять участие в публичном обсуждении городского бюджета, мог это в этом году сделать. Итак, бюджет носит явно выраженный социальный характер. Приоритетное направление расходов – социальная сфера. На нее предусмотрен 81% всех расходов. В 2018 году будет отремонтирована кровля и оборудована спортивная площадка в лицее. Отремонтирован спортзал в школе номер 10, что в Пышме. В культуре предусмотрен ремонт Дворца культуры Огнеупорщик. Старое название. Сельские клубы в Сергуловске, Филатовском, Новопышминском и в поселке Алтынай. Будут заменены шторы на противопожарные во Дворце культуры «Кристалл». Заменен линолеум в Центральной библиотеке. Запланированы средства на газификацию, актуализацию проектов очистых сооружений в Селезнаменском. Приобретена и специальная коммунальная техника для горкомсетей, чтобы мусор вывозился вовремя и по возможности в полном объеме. Хотя последнее, что касается полного объема, пока под вопросом, конечно, большие площади, а возможности у предприятия на сегодня ограничены. Техники не хватает, а та, что есть, старая. То есть парк требует полного обновления. Капитально в следующем году будут отремонтированы и путепровод, и автомобильная дорога по улице Ленина. Запланированы средства на комплексное благоустройство дворов по улице Гоголя, что в районе кранового завода, в рамках городской комфортной среды и многофункционального парка по проезду строителей. А также средства будут выделены на покупку жилья для тех, кого планируется переселить в будущем году из ветхого и аварийного жилья. Депутаты также поддержали предложение заместителя главы по экономике Елены Москвиной оставить муниципальное предприятие горкомсети тарифы по вывозу жидких отходов для населения в следующем году без изменений в размере 81 рубля 50 копеек. А для предприятия и организации установить тариф в размере 162 рубля. Для собственников многоквартирных домов, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, депутаты установили своим решением новый размер платы для домов без лифтов с горячим водоснабжением 18 рубля 97 копеек, а для домов с лифтами 28 рублей 63 копейки. Для справки скажу, что для первых рост составит в среднем 57 рублей, а для вторых, то есть с лифтами 95 рублей. Новые цены вводятся с 1 января по 31 декабря 2018 года. Депутаты утвердили перечень ремонта автомобильных дорог, который будет произведен в будущем году. Решили и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности городского округа. Я продолжаю. В нашем городском округе заработала система 112. Она предназначена для приема и обработки вызовов по каналам проводной и сотовой связи, а также в виде смс-сообщений, поступающих в единую дежурно-диспетчерскую службу ИДДС. Единая диспетчерская служба, в свою очередь, передает информацию в соответствующие экстренные оперативные службы. Что касается дежурной диспетчерской службы, полиции, скорой помощи для оказания оперативной помощи жителю. После введения системы в опытную эксплуатацию у диспетчеров ИДДС появилась возможность сразу же передавать полную информацию о происшествии всем необходимым оперативным службам, а также определять местонахождение позвонившего и автоматически дозваниваться до него, если соединение прервалось. Кроме того, система 112 обеспечивает прием и обработку информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования, при возможных авариях по системе Эроглонас. Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составит 8 секунд, а максимальная не превысит 20 секунд. Пока к системе 112 не подсоединена только газовая служба, но это дело ближайшего времени. Число работающего в городской службе ИДДС с 8 человек выросло до 16, что обеспечивает бесперебойную и круглосуточную работу системы 112. Удобно, что номер экстренной службы 112 можно набирать с любого оператора связи. Впереди длинные новогодние праздники, и мы информируем вас, что в ИДДС можно обратиться по вопросам, касающимся жизнедеятельности города и его инфраструктур. И вам помогут. Мы, в свою очередь, информируем вас, что городская поликлиника, например, будет работать 2 и 5 января с 8 до 12 часов. Но если народ будет, то по заверению главного врача до последнего пациента. Стоматология будет работать 2, 4 и 6 января с 8 до 12 часов. 3 и 5 января в городской стоматологии дежурят хирург, врач-терапевт и в том числе детский. Стоматологическая клиника «Донтист» будет работать 3 и 5 января. Это «Семь плюс», и я продолжаю знакомить вас с событиями за прошлую неделю. На прошлой неделе заседала общественная палата. Назначен персональный состав группы общественного контроля по выявлению фактов незаконного размещения рекламных материалов и объявлений на территории городского округа, в частности, на дверях, стенах домов, других непредназначенных для этой цели местах. Был рассмотрен также вопрос о профилактике нарушений развития и поведения у детей и подростков, и об оказании несовершеннолетним и их родителям психологической помощи. В своем выступлении с заведующей службой психолого-педагогического мониторинга и сопровождения председателя общественной палаты Иван Кочкин отметил, что запрос на получение психологической помощи становится все более востребованным, и постоянно расширяется спектр проблем, по поводу которых дети, подростки и родители, а также педагоги обращаются к психологам. Практика работы телефона доверия в нашем городе показывает, что более чем в 50% случаев людей беспокоят сложные конфликтные взаимоотношения в семье, на работе и в ближайшем окружении. Родители часто обращаются в связи с коммуникативными, эмоциональными и поведенческими проблемами у детей. Есть обращения, которые обусловлены различными формами зависимого поведения. Чаще всего речь идет о чрезмерном увлечении детей сетевыми играми. Нередкие обращения с целью получения и уточнения информации, касающиеся решения проблем детей, подростков, взрослых людей, к какому специалисту надо обратиться, спрашивают они, как лучше сформулировать запрос, ведь как спросишь, так и ответят. Часть обращений вызваны чувством одиночества. Потерь смысла жизни. Есть обращения по поводу чувства страха, вызванного конкретными событиями. Там, допустим, страх потерять близкого, любимого человека, страх перед экзаменами, страх потерять работу. На заседании общественной палаты педагоги-психологи гимназии номер один и школы номер четыре поделились своим опытом работы о формах оказания подобной психологической помощи учащимся родителям и учителям. В четверг в паркетном зале Дворца культуры «Кристалл» собрались старшеклассники, которых пригласили для награждения премии главы за особые успехи в учении и личные достижения в разных областях знаний. В пятый раз на ежегодной церемонии глава вручал денежные премии, но на этот раз в размере 10 тысяч рублей, как школьникам, так и их учителям. На церемонии были награждены победители и призеры Олимпиад, школ города, победители школьных экологических проектов и конкурсов, международных чемпионатов по предметам, неоднократно награжденных похвальным листом, победители всероссийских конкурсов, сочинений, исследовательских проектов, спортивных Олимпиад, школьники, отличающиеся лидерскими качествами, проектной компетенцией, широким кругозором. Всего из разных школ города премию главы получили 17 школьников и 10 наших замечательных лучших педагогов. Всего же на отборочную комиссию для награждения были заявлены 26 учащихся и 15 педагогов. На Сухоложском литье начались пусконаладочные работы на новой линии, которая выдает шары методом поперечно-клиновой прокатки диаметром не только 80, но и 100 и 120 мм. На прошлой неделе наша съемочная группа увидела то, как это происходит. Проектная мощность производства – 20 тысяч тонн в год. С запуском второй линии, который намечен на первый квартал 2018 года, предприятие будет полностью закрывать потребности предприятий Уральской горно-металлургической компании в мелющих шарах. Сегодня завод продолжает перепрофилироваться, идет модернизация оборудования по производству стального и чугунного литья для предприятий УГМК, куда входит и наше предприятие. Его полное перевооружение планируется завершить в следующем 2018 году. Это итоги недели. В пятницу свой профессиональный праздник отметили энергетики. Праздник специалистов энергетической сферы в России принято отмечать в самый короткий день в году – 22 декабря. Так что самый короткий земли день, кстати сказать, позади. Скоро светлое время суток начнет увеличиваться. Работники на протяжении 24 часов не устают снабжать электричеством страну, детские садики, больницы, школы и жилые дома. Но анализ ситуации свидетельствует о том, что отрасль находится в глубоком кризисе. Производственные мощности значительно устарели, при этом нет достаточных ресурсов для реструктуризации и обновления данного фонда. Энергетическая отрасль вносит чрезвычайно большой вклад в экономику страны. Без нее не смогли бы функционировать никакие другие предприятия и отрасли промышленности. В перспективе у энергетической отрасли изменится направленность. Будут разработаны программы по использованию солнечной энергии, мощности ветра, термоядерной силы, биотоплива и геотермальных ресурсов. И также возможностей волн, приливов и отливов. Солнце – источник жизни и тепла. Эксперты работают над усовершенствованием новейших разработок в области использования энергии небесного тела. Ресурс Солнца, как известно, неисчерпаем и во много раз превосходит по безопасности известную человечеству атомную энергию. День энергетика можно считать народным праздником. Кстати сказать, специалистов и всех работников, которые показали личностный рост, поощряли в этот день грамотами и премиями. А в Редовом дворце города Москвы прошел праздничный концерт. Аналогов масштабом праздника в стране еще не видели. Участие в финансировании проекта приняли самые состоятельные энергетические компании. Общая сумма затраченных средств составила 24 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году проведение подобной кампании стоило на 10 миллионов дешевле. Сияние приглашенных звезд эстрады и шоу-бизнеса поражает воображение. В честь профессионального праздника глава городского округа Роман Валов наградил грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд и высокий профессионализм работников горком сетей и жилком сервиса двух муниципальных предприятий. Александра Черемных, Артема Ефимова, Арсения Худорожкова, Андрея Глухих, Леонида Брюханова, Игоря Бурнатова и Татьяну Проскурнину. Итак, мы дошли до новостей. Коротко. На конкурс по украшению подъездов к Новому году заявились собственники 13 подъездов. Это не так много, но не так мало для первого раза. На этой неделе комиссии выберут лучшие. За добросовестную и своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг управляющая компания наградила собственников трех квартир. Людмилу Коновалову, проживающую по улице Белинского, 16, Алену Дашкову, которая живет по Горького, 14, и Таисию Казанцеву, жительницу дома номер 12 по улице Юбилейной. Гараж, который стоит на крыше дома Юбилейной, 35-1, как мы вам сообщали, это подстанция Мотив. Итак, сотовая связь Мотив предложила собственникам многоквартирного дома арендную плату в размере 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас дело за жителями, общее собрание и последующее поступление денежных средств на счет дома имеют место быть. Вот что значит неравнодушие и наблюдательность, а также активная жизненная позиция жителей. Это то, чем сильна сплоченность, плюс желание изменить мир вокруг на лучших началах. Сто лет исполнилось ЗАГСом России. С торгов сняли все-таки наш санаторий Курьи. Теперь собственниками стали сами работники предприятия. Предприятие вышло по году с небольшой, но все-таки с прибылью. За лето в Курьинском санатории отдохнули более полутора тысяч детей. Взрослых чуть поменьше. У народа нет средств. В правительстве обещали помочь санаторию в перевооружении. А здесь в Курьях сумели сохранить все лучшее из советского времени и не растерялись в рыночных условиях. Сумели удержать штурвал и устоять на ветру перемен. Главное, по словам директора санатория Курьи Павла Фельмонова, что предприятие, как оказалось, нужно не столько государству, сколько самому коллективу. А это дорогого стоит. А хотели продать. А сколько таких санаторто-курортных объектов не выжили, сгинули с лица земли, не нашли себя в новом формате с новыми управляющими и управленцами. Да, медсестра имеет сегодня 11 тысяч в месяц, но это лучше, чем ничего. 220 человек обслуживали до 240 отдыхающих, а теперь обслуживающий персонал вместе с докторами составляет 110 работающих, которые обслуживают более 400 человек и санаторий живет. Итоги оптимизации на этот раз дали свои плоды. То есть она, эта оптимизация, оказалась в этом случае разумной. На перекрестке Пушкинской артиллеристов у городского рынка заработали новые светофоры со звуковым сопровождением. Заместитель главы городского округа Виктор Гонин отправился сегодня вместе с главным врачом Сухолушеской районной больницы Мариной Веременко за новой машиной скорой помощи. На значу новый министр, кстати сказать, здравоохранения области им стал бывший главный врач областного тубдиспансера Андрей Цветков. Депутаты городской думы Богдановича избрали, наконец, нового главу города. Им стал главный инженер завода огнеупоры Павел Мартьянов. За него проголосовали 12 из 19 присутствующих на заседании народных депутатов. 27 в 15 часов открытие, напоминаю, новогоднего снежного городка с новыми гирляндами, которые должны вот-вот прибыть из города Санкт-Петербурга. А пока горкомхоз совместно с работниками дворца украшают елку. Виктор Николаевич Игонин также вступает в подписание договора с Уральской горно-металлургической компанией по установке новой ледовой арены. Кстати, арена будет работать не 9 месяцев, как обещали, а круглый год. К тому же она будет значительно больше и лучше стоимостью в 200 миллионов рублей. Теперь время народных новостей. Автомобиль на одной из городских автостоянок, к удивлению его владельца, который оставлял автомобиль с оговором и, надеясь на сохранность, оказался с разбитым задним стеклом. При внимательном прочтении договора вместе с хозяином выяснилось, что хозяин не виноват и ответственности за разбитое стекло не несет. Получается, что нас дурят? Определяют на стоянку автомобиль, берут деньги, а ответственности не несут. А если угонят? Не выдержав, спросил хозяин авто, кто будет виноват? На что получил ответ, поражающий своим цинизмом? Вы? Материалы находятся в полиции. Посмотрим, как будут разворачиваться до события дальше. И под занавес позвольте фразу дня. Желаю вам всем всегда оставаться и быть самими собой. Только не думайте, что это просто. Большинство людей не умеют это делать и играют в жизни разные роли. Кому-то нравится быть неудачником, кому-то успешным человеком, кому-то быть в центре внимания, а кому-то чуть в стороне. Много разных ролей придумали себе люди, но мало кто осознает свои истинные потребности и действует, исходя из них. А ведь счастливым можно стать только будучи самим собой. В общем, как говорится в одной поговорке, будьте самими собой, потому что никому другому это не получится сделать. Это все, что произошло за неделю, которую мы прожили вместе с вами, друзья. Мы постарались рассказать вам обо всем, что узнали и увидели за неделю сами. Ответили на ваши вопросы, рассказали, как и чем жил город, что его заботило, что радовало и беспокоило. Это были итоги недели. С наступающим вас всех новым 2018 годом, друзья. И пусть Новый год не будет хуже уходящего, а вообще пусть он просто будет для всех нас. До встречи в Новом году. Очень надеюсь. Субтитры подогнал «Симон»